Всем привет! Меня зовут Алена Русь и добро пожаловать на мой канал! Сегодняшнее видео будет несколько необычным для моих подписчиков, потому что, во-первых, я еще не придумала название, во-вторых, в кадре буду не я, да-да, вы не ослышались, чуть позже появится другой чувак, даже не чувиха, а чувак. Так что, вот, и плюс она будет посвящена гаджетам, которые связаны каким-то образом с геймингом, это геймерская клавиатура, мышки, гарнитуры разные, в общем, компьютерная периферия, все, что с этим связано. У меня чисто физически не хватает на это времени, хотя я являюсь постоянным пользователем подобных устройств, например, сейчас у меня вот геймерская мышка, ой, что-то понатыкала там, также у меня геймерская клавиатура, коврик стоит непростой, необычный, там, из Ашана-карусели за 500 рублей, нет! Я всем этим пользуюсь, просто у меня нет времени рассказать вам, хотя порой попадаются очень интересные экземпляры, не потому что они подсвечиваются как-то, а потому что они просто удобны, удобнее, чем остальные обычные компьютерные составляющие, компьютерные, компьютерные комплектующие. Поэтому, поэтому я решила отдать всю подобного рода технику своему брату, который активно до сих пор, это прям очень важный момент, он до сих пор играет в разного рода игрушки, несмотря на то, что у него семья, три собаки и еще мой кот рыжий к нему тоже переехал. Я не знаю, как у него на все это хватает времени, и я не знаю, и даже не могу представить, каково его жене. Замечу, у нас один стим с братом, то есть он стоит у меня на компе, и он же стоит у моего брата. И когда он в час ночи, пока я монтирую какой-нибудь видос, заходит и начинает общаться со своими ребятами, вот эти вот всплывающие окошки, где ребята говорят, давай, давай вот сюда, короче, там сейчас классный матч намечается, или давай встретимся через полчаса, или там какие-то матные сообщения друг другу о том, как фигово они сегодня сыграли, это просто вынос мозга, я не понимаю, зачем тратить столько времени, но как бы ладно, я не осуждаю никаких там киберспортсменов, любителей компьютерных игр и прочее, просто у меня на это не хватает времени, но я не вы, вы не я. Признаюсь, я сама была какое-то время такой, где-то до третьего курса, пока не наступила жесткая сессия, и не наступил жесткий отбор, среди 80 человек с потока нужно было оставить всего лишь 30, и пришлось, короче, ударить по сессии и забить на Unreal Tournament, и на Quake, и на Counter-Strike. В общем, на все пришлось забить. Тяжелое время было. Но сейчас у меня в приоритете несколько другие ценности, несколько другие цели у меня сейчас стоят, поэтому в игры я особо не играю, но это делает мой брат, поэтому кому как не ему рассказывать про геймерские штуки, про геймерские клавы, мыши, гарнитуры и прочую-прочую-прочую всякую мелочь, которая будет помогать обычным ребятам, которые до сих пор еще играют. Я не знаю, насколько моя аудитория готова к подобным роликам, но я надеюсь, что вам как минимум будет интересно. Единственное, я еще не знаю, как назвать эту рубрику или этот блог. Все, что приходит пока мне в голову, это киберспорт, может быть, игровая индустрия, геймерский стол, в общем, какие-то пока банальные шаблонные варианты. Если у вас есть идеи, пожалуйста, пишите мне в комментариях под этим видео, возможно, ваша идея будет самой классной. Все, я умываю руки, слово передаю своему брату, прошу любить и жаловать. Всем привет, меня зовут Максим, и в интернете я более известен под ником Fag2 или же MaxGadget. Вы, наверное, меня спросите, «Слышь, чувак, ты что забыл на канале у Алены Русь?» По сути, все просто. У Алены не так много времени, чтобы делать обзоры на все девайсы, которые ей предоставляют. И я предложил Алене, типа, «Ален, давай я буду снимать про игровые девайсы и выкладывать на твой канал, сделаем отдельный лист, будет все круто, все шикарно». Вот. И мы будем... Я буду рассказывать вам про мышки, клавиатуры, гарнитуры, ковры, джойстики, херостики и все игровые периферии, ну, грубо говоря, и девайсов для геймеров. И вы, наверное, также спросите, блин, а кто ты такой, чтобы нам рассказывать про девайсы? Я являюсь неоднократно победителем различных флан-турниров по таким дисциплинам, как Unreal Tournament 3, GTA 4, Overwatch, Playroom Commons Battleground, это больше онлайн-турнир. Но это видео не про то, где я буду вам рассказывать, как я играю и как я выиграю и тому подобное. Это видео про игровую мышку Q-Cyber Alien Gaming Mouse. Это бюджетная мышка, стоит в районе 1000 до 1500 рублей. Самое классное то, что это DPI, здесь DPI от 500 до 10000 DPI, то есть это очень классно. Но, собственно, погнали, я вам расскажу про технические характеристики и в конце видео вы узнаете чисто мое мнение. 5 плюсов данной мышки. Удобное расположение кнопок, в отличие от других моделей Q-Cyber. Отличная совместимость драйвера и по 8 Windows 10, опять же, в отличие от других моделей. Достойный набор настроек клавиш, комбо, макро, трипл клик, множество вариантов и режимов подсветки. Это если вы скачаете софтину с официального сайта. Отличный дизайн и регулировка веса. Минусы. Провод в красной синтетической оплетке. То, что он в оплетке, это, конечно, хорошо, но с черными элементами смотрится как-то не очень. Сычная поверхность на боках мыши будет собирать грязь и пот. Крышка отсека с грузиками не вызывает доверия, хоть она и на магните и с пазами, но открыть ее довольно легко. Но при моем сроке использования она никогда не открывалась, но то, что она на магните, это не вызывает доверия. Покрытие ножек мышки нетеплоновая, поверхность глянцевая и, ну, бывает со временем треск. Данным грызуном я пользуюсь около полугода, может даже чуть побольше. За время эксплуатации данной мышки каких-то таких прям вот нареканий, в принципе, не было. Срывов сенсора там или еще что-то такой фигни я в ней не заметил, да и их не было. Потому что, ну, их не было, я их и не заметил. По сути, все просто. Единственный минус данного девайса это в чем? То есть, есть вот этот ABS пластик, он такой рифленый, типа как соты. И сюда просто забивается постоянно сало. Я его даже не оттираю, тут просто уже пленочка такая мощная, мощная пленочка сала. Здесь ее нет, потому что здесь рука как бы не привлекает. Здесь все время палец, мы как бы что-то трогаем, палец бывает грязный. То есть, и здесь мы это все оставляем. То есть, не гигиеничный, типа того. В интернете я посмотрел большое количество обзоров на данный девайс. Вот все херили вот эту магнитную штучку-дрючку, под которой у нас находится груза, который весит каждый по 5 грамм. Типа того, она не плотно прилегает к крышке и типа того, она чиркает по ковру и скользит как-то, типа того не так. Я не знаю, вот я смотрю, у меня все четко, все правильно, все хорошо, все идеально. Может быть, да, в каких-то там версиях, может быть, оно там как-то неплотно прилегало. Но я думаю, даже если с определенным количеством времени, там, я неделю с ней поиграю, месяц, она сама по себе туда войдет и просто пластик примет форму. Я не знаю, у меня ничего не... Тут, ну, все классно, все круто, все работает. Сенсор ни разу меня не подводил. Играю я в шутеры у Т4, то есть на 360 нам надо крутиться, все время контролить карту. И какого-то прям вот срыва сенсора у меня никогда не было. А, допустим, если мы играли бы на отече, в 7, в простонародье просто блуди, как ее называют, то там, да, там можно срывать сенсор вообще просто на изи. Я могу его, блядь, прям секунда и все, срыв сенсора. Здесь нет, как я ее не пробовал крутить, там, там подобное, такого не было. С учетом того, то, что у меня сенса, чтобы круто он все на 360 градусов, это где-то 50 сантиметров. То есть вся нижняя столешница моего стола используется под мышку. То есть у меня длинный ковер, потом мы его, может быть, посмотрим. Я использую это, ну, пространство, поверхность для работы с мышкой. И срыва сенсора у меня не было. С моей дикой сенсой. То есть у меня стоит DPI 500, то есть видите, как на красном. То есть с Афтину дрова я ничего не вкачивал сюда. То есть мне хватает базового функционала. То есть если же вы, конечно, там хотите там DPI все время менять, там, под свой, допустим, не красный цвет хотите, а под 500 DPI, а какой-нибудь зеленый и еще что-то, то качаем Афтину с официального сайта и меняем всю цветовую гамму. По кнопочкам. Кнопочки. Вот эти дополнительные кнопочки, они как бы топовые. Они не нужны. То есть на них можно что-то биндить. Допустим, дабл клик, ну, я его не использую. То есть если мне нужен дабл клик, я нажму так. Да, это может быть удобно в плане там макросов или еще что-то, если вы хотите поднять уровень скилл своей игры там какими-нибудь макросами. Да, может быть, это классно и удобно. Также есть здесь кнопка снайпера, которую я вообще ни разу не использую. Просто ни разу не использую. Объясню, что такое кнопка снайпера. Допустим, играем мы в какой-нибудь Counter-Strike или же, к примеру, там, арму третью. То есть мы навелись там с АВП или еще с какой-нибудь снайперской винтовки в зуме. То есть и сенса у вас, допустим, 2000 dpi. То есть вы хотите, чтобы в режиме зума у вас сенса была меньше, чтобы прямо вот целить вот прямо-прямо в пиксель. То для этого здесь есть кнопка снайпера. Мы нажимаем на эту кнопочку и здесь сенса с 2500 dpi скидывается там, по-моему. Ну, то есть сенса становится меньше. То есть и как бы, чтобы укротаться уже на 360 вам надо не 30 сантиметров, а 50 сантиметров в режиме снайпера. То есть по колесику. Колесико не болтается, не шатается. В принципе, все идеально. Оно прорезиненное. Шаг. Ну, оно такое, как бы сказать. Просто так вы, в общем, так не крутанете, там, случайно или еще что-то. В принципе, очень, ну, очень хорошо. Мне нравится. Мышка? Мышка классная. Мне за полгода использования никаких нареканий по данному девайсу нет. Ну, в принципе, я играл на AfuTech X7. Нареканий тоже практически не было. Но там есть такая болячка, как умирает сенсор. Ну, через год он начинает тупить, подвисать, зависать, лагать. И вот в таком стиле. И с вами был Макс Гаджет. Факич, папич, все дела. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. И не ждите следующее видео. Скорее всего, это будет обзор на игровую клавиатуру Q-Cyber. Не Фантом, по-моему. Q-Cyber Zodiac механическая клавиатура. Тоже бюджетная. Очень классная клавка, мне понравилась. Но, к сожалению, я с ним не играю. Так как жена говорит, братан, муж, убери ее, пожалуйста. Этот печатный станок нам не подходит. Вот. Силиконовые проставки я туда не покупал. Так что я не заворачивался. Я просто поставил себе Q-Cyber Фантом. И всем пока. С вами был Фак. Подписывайтесь на канал. Удачи. Друзья, мы очень волновались. И первый блин, как говорится, комом. Я понимаю, что у нас очень много минусов. Типа отсутствие у меня фона. Отсутствие фона у моего брата. Отсутствие нормального освещения. Но я обещаю, что в ближайшее время, надеюсь, что уже до Нового года, ну или после Нового года, тоже будет символично. Мы все это исправим. Потому что я уже нашла фон, уже нашла софтбоксы. Поэтому в ближайшее время я буду делать для вас еще более качественный контент, чем был раньше. Спасибо всем за внимание. Я надеюсь, что вы поддержите наше начинание. Поставите лайк и напишите комментарии, что вы думаете по поводу этих видосов вообще. В будущем их планируется очень-очень много. Всем спасибо, как обычно. Всех люблю, целую, обнимаю. Пока-пока. Хорошего настроения. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok